приятно всех видеть вас в этот дождливый день или не очень дождливый вот в этом темном помещении и сегодня мы у нас есть возможность познакомиться с высочайшей точкой европы горой эльбрус и особенностями восхождения на нее в преддверии сезона вполне возможно и в текущей ситуации вполне возможно что многие из вас соберутся отдыхать на кавказе и возможно что информация о восхождении вам будет полезной высота эльбруса 5600 42 метра западной вершины 5600 до 5600 21 восточный сразу сразу определимся где какая я понимаю что многие из вас его часто видели на картинках на фотографиях но в душе даже не понимают что что и где находится западная вершина восточная вершина этот ракурс с юга ракурс классического маршрута собственно говоря вот немножко о себе меня зовут алексей кирин я горный гид я спасатель в прошлом я альпинист и горнолыжник горы это я это моя фотография смотрите там эльбрус и так если вы решили спланировать спланировать путешествие на эльбрус сразу предупреждаю что планирование собственного путешествия без компании без гида это тема отдельной лекции и сегодня это затрагивать не буду и отвечать на эти вопросы тоже как то так и так есть но определенный небольшой план который который я составил для вас чтобы вы понимали о чем мы сегодня поговорим выбор компании оператора и гида подбор снаряжения подбор снаряжения тоже будет затронут тезис на каких-то глубинных моментов выбора одежды и снаряжение тоже давать не буду аспекты безопасности то попытаюсь объяснить разницу между личной безопасности и безопасности групповой попытаюсь рассказать кто за что отвечает и на что стоит обратить внимание и чтобы каждый отсюда ушел с пониманием что он должен сам ну и затронем естественно основное основная основную мысль нашего сегодняшнего разговора это варианты восхождений особенности особенности трансферов особенности про размещений особенности погодные условия особенности погодных условий эльбрус гора огромная и погода на ней в разных точках существенно отличается на что нужно обратить внимание когда вы собрались выбрать себе компанию при принимающую компанию на эльбрусе я считаю одно из самых главных одно из самых главных если не самое главное это то что компания оператор должна быть действительно оператором а не агентом почему потому что агент пытается продать чужую программу компания оператор пытается продать свою то есть компания оператор должна быть юридически независима и она должна состоять в реестре туроператоров иначе иначе найти концов каких-то да если возникнут спорные ситуации будет сложно далее в перечне предоставляемых услуг должны быть обязательно прописаны услуги в сфере экстремального туризма и альпинизма опять таки если туристическая компания не имеет права оказания таких услуг далее возможно возможны вопросы далее все все эти все эти моменты вы можете запросить у компании это не стыдно и правильно да если вы там звоните например в компанию вы можете там сказать ребята вы в реестре игре до в реестре можно посмотреть ваше свидетельство можно вот нормальная компания всегда предоставит далее компания всегда должна заключать официальный договор с гидом думаю не надо объяснять для чего это нужно я не лезу в то в тонкости как бы финансовых общений да но если с гидом нет официального договора гид не отвечает за группу он но это человек который вам показывает иди туда это неправильно это в текущих реалиях преступно поэтому всегда можно уточнить на каком основании гид работает с вами но чаще всего на в на сайтах официальных операторов всегда есть список гидов с которыми они работают есть фотографии есть резюме они в общем доступе это совершенно несложно проверить что до чем должен обладать гид который работает с вами гид обязан иметь свидетельство в образовании по специальности гид проводник сейчас это на законодательном уровне прописано раньше этого не требовалось сейчас это обязательно на худой конец он должен быть инструктором альпинизма инструктор альпинизма это не профессия это квалификация но это квалификация достаточно для того чтобы работать с людьми данной квалификации то есть квалификации восходителей мы обратимся немножко дальше но поверхностно с скажу что это уровень начинающих вот естественно гид должен для вас что важно для вас гид должен обладать набором качеств устраивающих вас вы планируете себе отдых вы не хотите решать уйму собственных проблем во время отпуска и поэтому вы выбираете гида поэтому вы всегда можете спросить у компании кто будет моим гидом она скажет ну там менеджер вам скажет ну будет такой-то человек вы можете всегда попросить контакт гида хороший гид всегда свяжется со своим будущими гостями и с удовольствием проконсультирует по восхождению по снаряжению ну и так далее и тому подобное почему это важно еще раз почему это важно для того чтобы вам было комфортно для того чтобы по вы получали удовольствие не сталкивались с одним пониманием с непонятным поведением с нелояльностью ну и так далее коротко снаряжение вы понимаете я надеюсь разницу между снаряжением и экипировкой не понимаете снаряжение это карабины страховочные системы ледорубы кошки экипировка это все-таки одежда да то есть одежда и обувь основной критерий при выборе снаряжения то что я перечислил да которое это то что спасает вашу жизнь страховочная система самостраховочные самостраховочные концы карабины спусковые устройства подъемные устройства если такие таковые необходимы они должны быть сертифицированы по стандарту я это международный международный стандарт который написан на любом снаряжении то есть на каждом карабине стоит клеймо у я если этот карабин разрешен для использования в альпинизме обращайте на это внимание когда вам выдают если вы не покупаете самостоятельность снаряжения берете его в прокат вам могут выдавать там все что угодно это не европа это россия это не россия это кабардино-балкария тут все по-другому тут как это кавказ дело тонкая вот там могут это помогут дать белевую веревку и свято вас убедить в том что эта веревка стандартизированного я держите ухо во страх вот это коротко хорошая компания хорошая компания естественно консультирует своего участника в выборе по выборе снаряжения и рекомендует какие-то какие-то определенные марки снаряжения которые предпочитают чаще всего это те которые предпочитают бит вот и вовсе не потому что они самые лучшие просто гид их предпочитает вот есть стандартные списки снаряжения которые обычно рассылают в рассылках чаще всего это на это списке снаряжения написанные очень давно там уйма всего лишнего или них или чего-то не хватает то есть изменились какие-то изменяется рельеф в горах изменяются условия восхождения меняется сезон поэтому хорошая компания имеет хороший список снаряжения здесь немножко мелко извините но это список снаряжения которое делает компания спорт марафон для крупных операторов он интерактивен он интерактивен то есть если приглядеться то видно маленькие циферки да но в принципе на любую позицию если ты кликаешь что тебя отправляет сразу на по ссылке отправляет сразу на сайт нужный раздел это очень удобно но таких таких немного вот если хотите можете зафоткать и в принципе он это 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 делал я он в принципе выверенный для восхождения на вершины вроде 5000 метров то есть там нет чего-то особо лишнего но много всяких интересных вещей которые вам облегчить жизнь как я уже сказал как я уже сказал что снаряжение мы немножко так поверхностно трое затрагиваем если у кого-то какие-то будут вопросы это по именно по снаряжению и по подбору можете обратиться после лекции я с удовольствием отвечу что касается безопасности что касается безопасности я не случайно вас предупредил о том что есть личная безопасность дак на которую вы сами должны обратить внимание и есть безопасность группы за которую отвечает отвечать и не вы почему я это разделяю горный гид все-таки не нянька и он не вездесущ и он не не может находиться в десяти местах одновременно у него таких как вы один может быть там 10 до 1 гид не не может не может проконтролировать все на свете начиная там от пластыря который высекли приклеили на пятку и заканчивая ну какими-то мелочами которые вы носите в кармане например конфета от которой у вас там станет сердце вот это это невозможно это нереально поэтому какие-то моменты вы должны понимать для себя сами коротко я коротко я выделил такие моменты обеспечить физич обеспечение физической готовности контроль состояния здоровья это элементарная медицинская справка перед тем как вы едете на восхождение кто-то кто-то проходит регулярные диспансеризации кто-то упорно нет если вы приехали без справки вас никто домой не отправит но при этом вы должны понимать четко понимать что 45 человек в сезоне умирает на эльбрусе от сердечной недостаточности просто сел и умер различного возраста от 30 и до 70 это серьезно если вы приехали и с вами не дай бог что-то случилось виноват будет все равно гид вопросы будут компании сейчас все больше и больше обращаются обращаются компаниям и непосредственно гидом за выполнением каких-то законодательных моментов контроль самочувствие в течение всей программы то есть должна быть четкая коммуникация с гидом постоянно естественно гид об этом предупредит то есть вы не должны скрывать каких-то моментов своего состояния в течение рабочего дня да ну то есть ну и ночи тоже не знаю рабочий ли не рабочий но ночь вот если например часто бывает часто бывает так что человек боится что его там не возьмут на восхождение или там как-то ограничат в его желаниях и он скрывает например там высокую температуру там ли какие-то боль там в коленке натертую пятку гид должен знать обо всем это совершенно четко потому что элементарный там прыщ там на пояснице может привести там к абсцессу и чему угодно чаще всего это случается с девочками как ни странно потому что болевой порог женщины намного ниже чем у мужика и женщина терпит до последнего а далее она потом ложится ее несут это нормально вот нас то есть это не нормально но это так вот мужик существо нежное он себя любит он жалуется по любому поводу вот комплект пластыри у него должен быть в личной аптечке огромный вот включая тейп чтобы заклеить рот вот и далее и как и как следствие личная аптека вот естественно в личной аптечке должно быть должны быть препараты которые только для вас если вы пьете что-то постоянно не знаю там почки сердце там все что угодно помимо того что гид должен об этом знать вы это должны иметь если у вас есть какие-то там преференции там по производителю данного пластыря если это должен быть обязательно компит там или и никакой другой то он у вас тоже должен быть потому что у гида в общественной аптечке может быть какой-то другой и который вас не устроит вот но он будет далее обратить внимание самостоятельно на грамотный подбор одежды и снаряжения естественно у вас проверят естественно у вас проверят все снаряжение обязательно и одежду вот но зачастую зачастую человек говорит ну гид говорит ну что ж ты за фигню купил ну где ты это взял вообще у меня хватило денег только на это что делать будем выходить из положения но вы должны понимать что первую очередь для вас важно вернуться домой здоровым и не потресканным чтобы получить удовольствие чтобы получить удовольствие вам не нужно бороться с холодом не нужно бороться с излишней влагой и так далее любите себя покупайте себе хорошее снаряжение насчет проката до прокат в зависимости от локации до можно взять и верхнюю одежду кроме кроме термобелья и нижнего да в общем носков все остальное можно взять на данный момент дальше наличие соответствующей страховки страховка имеется ввиду страховка путешественника конечно же не веревка которая вас тащит из такси именно бумага которая вас обеспечит определенной защитой да опять таки в сезоне в моем сезоне к примеру две-три эвакуации кто-то подвернул ногу кто-то сломал руку кому-то просто стало плохо человека нужно забирать в страховке должен быть прописан эвакуация вертолетом обязательно то есть это должна быть активная страховка не просто вот то что вы там а то что вам выдали в банке да там карточки чтобы там была прописана эвакуация вертолетом мрт гостиосинтез потому что при вас вертолет который прилетит за вами возможно возможно и нет отвезет вас ближайшее лечебное заведение там вам скажут страховку страховка не покрывает мрт заплатите нужно подстелить опять-таки остеосинтез это при сложных переломах да то же самое лучше заранее заплатить там порядка там 200 рублей в день и получить нормальную человеческую страховку которая покроет все ваши расходы которые вам потом не выкатит больница компания которая вас будет эвакуировать и так далее важно оказание помощи вам и вами с учетом индивидуальных способностей и юридической ответственности каждый человек ну многие многие из туристов которые приезжают они почитали интернет они сходили на курсы первой помощи возможно вот и считают что они могут уже как-то достаточно квалифицированно подойти к все-то в ситуации помощи другому хочу чтобы вы знали нет это не так только доктор может дать таблетку сделать укол даже во многих случаях там если приклеил перцовый пластырь на мозоль то ты тоже будешь виноват поэтому прежде чем вы оказываете кому-то помощь отдавайте себе отчет что лучше этого не делать у каждого есть своя аптечка у каждого есть есть гид который может принять решение то же самое насчет вас если вы там у вас что-то произошло не знаю там вы обожгли палец и кричите гиду дайте мне скорее таблетку гид вам ничего не даст но обезболивающую например там да гид вам ничего не даст то же самое если у вас сломана нога вам никто не будет колоть обезболивающее не имеют права извините доктор только доктор даже спасатель не может этого сделать этого не может сделать человек который имеет официальный сертификат парамедика нет только доктор с дипломом доктора к сожалению так с группой на восхождение группа доктор не идет именно поэтому как бы не требуйте от гида чтобы вам укололи обезболивающее или сделали какой-то ну или там дали таблетку от которой у вас прекратится понос и начнется запор вот как то так да сам себе пожалуйста каличу хочешь даже в принципе гид даст тебе лекарство дасти ну коли его сам то есть и это и гид еще это сфотографирует на телефон сказать что извините вот он сам это не я его анафилактический шок не я потом ему создал это он сам вот что касается личной да далее групповая безопасность это ответственно гида и принимающей и принимающей стороны какие-то моменты которые которые вы должны понимать что вам обеспечивают и что гид должен их обеспечить и принимающая компания естественно групповая аптечка естественно групповое снаряжение до бывают эльбрус это не пешеходная гора то есть есть моменты где вполне возможно нужно организовать групповую страховку соответственно должна быть веревка на определенное количество человек соответственно должны должны быть при необходимости должен быть инструмент для организации страховки там ну не знаю там ледобуры например при сложной ледовой обстановке или скальные крючья для того чтобы организовать станцию на скальном рельефе что-нибудь и это же это эти же эти же моменты могут возникнуть в момент спасработ когда человек не может идти сам и люди не могут его тащить его спускают на веревке его нужно страховать ну и так далее вот конечно же группа в групповую безопасность я отношу организацию восхождения с точки зрения тактики контроля погоды учебного процесса то есть это не вы принимаете решение не вы принимаете решение о том идем мы на восхождение сегодня или нет принимает решение гид не вы принимаете решение хороша сегодня погода или плоха принимает гид нет к нет определенных критериев это ответственность гида Гид может сказать, вы выйдете и увидите просто сплошную мглу. Гид может сказать, это моя ответственность, пойдем. А вы можете сказать, нет, я не хочу. Что касается учебного процесса, опять-таки проведение занятий, например, по самозадержанию на склоне или непроведение, опять-таки решает гид и решает компания. Нужно ли это делать? В зависимости от состояния группы и желания группы, это решение будет им принято. Если, например, сегодня отличная погода, но ночью будет мороз. Сейчас вот вы по мягкому снегу поковырялись там, вымокли все с ног до головы, разодрали ледорубом штаны себе. Вот, воткнули там лыжную палку, куда не надо. И вариантов решить проблем со снаряжением вполне возможно не будет. Поэтому гид вполне возможно может сказать, ребят, мы сегодня заниматься не будем, я вам расскажу это теоретически. Но убивать сегодня ледорубом мы друг друга не будем. Но может быть и совершенно иная ситуация. Сложные условия на горе. Гид должен понимать, что люди функционально готовы. И он может настоять, что да, действительно, мы должны там пройти самозадержание на склоне. Вот ты должен пройти, и ты должен пройти, а ты и ты должен посмотреть. Не удивляйтесь. Это не канон, да. Но не удивляйтесь, если вам скажут то или иное. Не ждите, что будет что-то одинаковое. Все зависит от ситуации. Действия в условиях форс-мажора. Естественно, за это отвечает непосредственно гид. Если что-то происходит на горе, нужна эвакуация, нужна помощь. Не надо хватать телефон или вытаскивать свой дорогой спутниковый телефон и звонить, куда попало. Это не ваша забота. Есть один начальник ваш, это гид. Он вызовет, если надо, вертолет. Он вызовет, если надо, спасателей. Он вызовет скорую помощь к началу маршрута и так далее. Он договорится о трансфере с менеджерами компании. Точно не вы это должны делать. Вы это можете с человека потребовать. Но самим это делать не надо. Будет неразбериха, будет все неправильно. Дальше. Принятие решений. Опять-таки, о восхождении, либо невосхождении. О занятиях, либо незанятиях. О акклиматизации. Либо неакклиматизации и так далее. Контроль квалификации и физического состояния участников. Если вы идете технически сложный маршрут, достаточно сложный, скажем так, например, маршрут с запада, он требует специальной подготовки. Если человек приходит и говорит, я не знаю, для чего вот эта железка. Он спрашивает, а что это за железка? Он говорит, я тоже не знаю. То гид, в принципе, может сказать, дружище, ну ты не туда приехал. Эта железка называется карабин, а нужна она для того, чтобы пристегнуться к перилам. Вот. И физическое состояние, да, то есть справку он проверит. Допустит ли он у вас без справки? Вопрос. Я бы не допустил. Вот. Потому что это уже, как только он увидел вашу справку, он понимает, что это ваша ответственность. Как только он вашу справку не увидел, он должен понимать, гид, что это его ответственность. Вот краткий списочек, да, краткий списочек, который, возможно, поможет вам выжить на горе. Запомните навсегда. Гид не нянька. Он не будет вас уговаривать. Хороший гид остановит вас в принятии вашего неправильного решения. Плохой гид возьмет на себя ваше неправильное решение. И что будет дальше, покажет время и случай. Итак, варианты. Начинается самое интересное. Мы много разговаривали о всякой ерунде, а сейчас мы будем говорить про горы. А теперь слайды. Существует несколько стандартных маршрутов на вершину Эльбруса. Классический маршрут с юга. Самый популярный. Маршрут с севера. Это путь первовосходителей, если кто не знает. Маршрут с запада. Я их расположил по популярности, на самом деле. По степени посещаемости. Маршрут с запада. Это технически сложный маршрут. И, соответственно, малопосещаемый. Маршрут с востока. Достаточно трудно с юга-запада. Это тоже технический маршрут. Тоже малопосещаемый. Но самый интересный, на мой взгляд. Маршрут с востока. Длинный. Бестолковый, на мой взгляд. Малопопулярный. Но люди, которые любят большие трудности, на него пойдут. Дальше. Ну, крест-траверс – это варианты маршрутов. То есть, существует крест – это посещение обеих вершин с подъемом с севера и спуск на юг, или с подъемом с юга и спуск на север. Траверс – это посещение обеих вершин с возвращением с юга на юг, или с севера на север. Обычно ходят так. С запада на восток, наверное, были единичные. Наверное, были единичные походы. Но мало кто этим озадачивается. Потому что длинно, потому что холодно, потому что… Потому что потому… Это уже спортивная история. Прямо скажем. То же самое там с юга-запада на восток, например. Все вот эти вот истории, они такие. Итак, классика с юга. Классика с юга. При восхождении… Я начну с самого начала. При восхождении на Эльбрус все прилетают в одну и ту же точку. Аэропорт Минеральные Воды. Либо Ставрополь, либо Нальчик. Но, в принципе, плюс-минус одно и то же. Далее трансфером едут в южное при Эльбрусе поселок Терскол, где размещаются в гостиницах, на квартире, в кемпинге, в палатке. Каждая компания предоставляет свои моменты размещения, которые соответствуют количеству денег, которые вы им заплатили. Необходимая квалификация для восхождения с юга – это хорошая физическая форма и желание преодолевать трудности. Трудности будут обязательно. На юге. Максимальная инфраструктура, то есть максимальное количество размещения, магазины продуктовые и не только, альпинистского снаряжения, прокаты на месте много, с приличным снаряжением и не очень. В общем, это вся инфраструктура, соответствующая самому популярному маршруту. Он на данный момент, он самый простой. Но нельзя забывать, что все-таки это огромная гора, и большие расстояния, и большая высота. Расслабляться не стоит. Возможно, помощь при подъеме посредством транспорта до высоты 5100 метров ездит ратрак. Отсюда всего лишь 550 метров по вертикали до, или 4 часа ходу до западной вершины. Если вы не чувствуете себя в силах, вы всегда можете обратиться к водителю, к оператору снегоплотнительной машины, который за от 10 до 20 тысяч рублей с удовольствием довезет вас вот туда. И компанию ваших консессионеров тоже. Обычно размещение на горе происходит в районе от этого приюта Бочки до приюта 11. На этом промежутке большое количество различных приютов разной степени комфортности и разные по цене. Никакие конкретные рекомендовать не стану по причине, собственно говоря, бессмысленной. Каждый найдет по собственному желанию, по собственному комфорту. Но здесь их много. Общее количество народу, которые способны разместить приюты, несколько тысяч человек. То есть приютов действительно много. Канатная дорога доходит до высоты, до Горобаши, до высоты 3847, верхняя станция канатной дороги. Сюда можно подняться на ней, далее разместиться в приюте и далее по программе акклиматизации провести программу с последующим восхождением. В акклиматизацию обычно входит несколько. В стандартной программе стандартного оператора это три дня. То есть в первый день, в день подъема вы идете до приюта 11. Во второй день вы поднимаетесь до скал пастухового. Здесь написано 4800, но на самом деле 4650. И третий день отдыхают, и в четвертый день – welcome to summit. На мой взгляд, такого количества акклиматизации крайне мало. Крайне мало. Если вы хотите получить удовольствие от восхождения, то акклиматизации должно быть больше хотя бы дня на два, на три. Если вы хотите умирать, то можно и в первый день пойти. С южной стороны ходят как на западную, так и на восточную вершину. Здесь обозначен путь до седловины. Вот это место называется телефонная будка. Здесь начинает ловить связь мобильная и не только. Далее на западную вершину восхождение идет через седло и с обратной стороны. На восточную вершину также можно через седло и с обратной стороны. Но есть вариант восхождения по мотоциклетному кулуару, так называемому, вот здесь. Почему мотоциклетный? Потому что первые его проехали на мотоциклах. Потом там проехал автомобиль Land Rover, который до сих пор там погребен во льдах. Периодически туда сейчас на всяких разных девайсах тоже пытаются ездить. Не всегда успешно. Но здесь замечательно ходить на лыжах и кататься на них сверху вниз. Собственно, все варианты маршрута с юга, они видны здесь. Есть еще один вариант, который ходили раньше. Когда не было канатной дороги, когда не было всех приютов, ходили вот отсюда. С ледовой базы, так называемый 105-й пикет. Ледовая база и вот здесь 105-й пикет. Это подъем идет прямо из поселка Терскол, через ущелье Терсколак. Поднимается на обсерваторию, далее на 105-й пикет, на ледовую базу. И через ледник Горобаши, вот сюда на приют 11. Крайне не рекомендую там ходить. Вот здесь огромная зона трещин. Особенно летом, особенно летом, ни одна группа не проходит без момента проваливания в трещину. Ни одна, ни единого человека. Вот здесь, возможно, на веревке шли, надеюсь, молодцы. Вот, но я крайне не рекомендую. Вот, а лучше, этот маршрут очень пригоден для скитур восхождений, но в период скитур восхождений, то есть в мае и в июне. И, на мой взгляд, совершенно непригоден и абсолютно небезопасен для начинающих, которые не умеют пользоваться веревками и не страхуются. Не стоит здесь ходить. Скажем так, ни один из операторов, крупных игроков, скажем так, на рынке туризма на Эльбрусе, там не вводит. Это не крупный игрок, начнем с этого, хотя, да. А во-вторых, если… Ладно, я промолчу. Наверное, я буду неправ, сказав то, что я хочу сказать. Компания «Страху нет», они сейчас, кстати, переименовались как-то, какая-то у них новая эта мулька. Компания «Страху нет», если вы хотите в компании 30 человек сходить с одним гидом, you are welcome. Ну, ну, в общем, да. Для тех, кто первый раз и для тех, кто в гайдинге, в принципе, не особо понимает, больше, чем три человека на Эльбрусе один гид переварить не может. То есть, если в группе, например, 20 человек и один первый гид, это вообще неправильно, минимум два, да. То есть, на 10 человек один первый и плюс по одному на каждые три. То есть, на каждые три человека один гид. А в классическом гайдинге, на техническом маршруте, один гид на два человека. Не более того. Вот, как-то так. Если есть какой-то вопрос по восхождению с юга, если я чего-то забыл, вы его приберегите. Итак, восхождение с севера. Извините за качество фотографии, она не моя. Восхождение с севера отличается тем, что достаточно более труднодоступная, хотя на данный момент существует асфальтовая дорога до урочища Джилысу из города Кисловодск, что существенно облегчает трансфер до начала маршрута. Единственное, если вы хотите добраться до поляна Эммануэля, где расположены нижние приюты, здесь ее не видно, она находится на высоте 2600 метров, в любом случае вам понадобится хороший внедорожник. Если вам предложат доехать до урочища Джилысу на машине легковой и дальше пойти пешком, такой вариант тоже возможен, но вы должны понимать, что полтора-два часа вы будете тащить весь свой скарб на себе. Понимаете это. Далее. Это путь первовосходителей. То есть первое восхождение на Эльбрус было именно с этой стороны. Может быть поэтому оно и стало таким популярным и на самом деле таким интересным. Интересным его делают еще и неповторимые ландшафты, конечно же. То есть это ландшафт не гор, как с юга, а пред горей. Это очень красиво. Это действительно другой Эльбрус. Это другая картинка. Это другое мировосприятие абсолютно. Контингент посетителей. Он тоже очень сильно отличается. Сюда идут люди более влюбленные, скажем так, в горы. И, соответственно, рядом с такими людьми находиться более приятно. Их намного меньше, чем с юга. Они не бросают бумаги и пластиковые бутылки, чем, в общем-то, привлекают к себе остальных. Восхождение на Эльбрус с севера – это чистое восхождение, полностью ножками, без помощи канатных дорог и ратраков, без помощи какого-то другого транспорта. Конечно, можно на Ишаке доехать на 3800 при желании, но это скорее экотуризм. Вот. Ишак любит морковку. Вот. В общем, восхождение начинается с высоты 2600 метров. И в первый же день в стандартной программе, в первый же день пребывания вы набираете 1200 метров до приюта 3800. Это сложно, но спасает то, что налегке, практически налегке. То есть вы несете часть своего снаряжения, которое не хотели бы нести на следующий день. Вот. То есть вы разбиваете снаряжение и экипировку на две части. Первую часть несете в первый день. Путешествие до высоты 3800 занимает 5-6 часов. Если группа сильная, то может быть 3. Если уже акклиматизированная группа. Если не акклиматизированная, то 5-6 часов. До верха. И 2 часа вниз. 2-2,5. По дороге вы любуетесь местными красотами. Вы видите урочище немецкий аэродром. Так его называют. Вы видите поляну каменных грибов. Вы видите лунные ландшафты верхнего плато ледникового. Вы соответственно поднимаетесь до уровня ледника. Вот. Там находятся приюты 3800. Ну плюс-минус. Их там тоже на данный момент великая множество. Ну как великая. Раз, два, три. Ну 4-5. Скажем так. Различных приютов. Они тоже отличаются естественно и по цене и по содержанию. У каждого. Каждый. Но в общем-то у них наперебой они соревнуются друг с другом. У кого вкуснее еда. У кого мягче нары. А у кого-то даже есть раскладушка. Вот. В общем примерно такое. Электричество там только от генератора. Поэтому понимайте то, что все ваши девайсы, которые вы с собой принесли в огромном количестве, вы будете заряжать 2 часа в сутки. Далее вы их будете только использовать. Вот. Больше никто. Это связано с тем, что затруднена доставка топлива наверх. Соответственно. Но есть приюты даже с горячим душем. Он один. Я не скажу какой. Вот. Далее. Второй день. Значит вы поднимаетесь уже, отрываетесь от низа и поднимаетесь до 3 800 для ночевки. Каждый принимает, гид принимает решение. Ночуете ли вы там или опять-таки нет. У всех свое мнение по поводу акклиматизации. Я предпочитаю ночевать внизу. Почему? Объясню. На высоте от 3 800 и выше, организм, скажем так, 95% присутствующих здесь не спали бы. С сосном проблема. Есть вариант лучше переночевать внизу, подняться наверх и пойти на вершину только сверху. Но это физически немножко тяжелее. То есть ногами ходить приходится больше. Но при такой активной акклиматизации вариантов зайти на вершину тоже намного больше. Далее, акклиматизационный выход до скал Ленца. Более сильные группы ходят до средних скал, более слабый до нижних скал. Совсем бегунки могут сходить и до верхних. Но тогда уже можно сразу идти на вершину. Тогда уж там остается немножко. В день восхождения путь от 3 800 до 5 621, это самое частое восхождение, все-таки на восточную вершину, займет от 10 часов. От 10 часов для обывателя. Более подготовленные люди ходят за 8, редкие уникумы за 6. Возможен вариант восхождения и на западную вершину. Тогда он идет либо вот так, как показано здесь, желтой линией, далее на седловину и на западную вершину. Это как раз вот этот вот путь, он совпадает с южным маршрутом. То есть здесь они соединяются и дальше на западную. Есть путь вот здесь, мимо Сираков на седло. Он покороче, но менее безопасный. Но его постоянно ходят. И уходят постоянно. На западную вершину это плюс 2 часа. То есть, соответственно, если вам гид скажет, что вы сходите на западную за 8, это обман. То есть 10-12 часов до западной, это нормальная история. Вариант двух вершин тоже возможен. Соответственно, еще плюс 2. Приблизительно. Спуск с вершины занимает в районе 4 часов, если группа в нормальных кондициях. Если люди уставшие, это может быть и 7, и более. То есть зачастую, если большие, большие группы с малым количеством гидов, зачастую люди спускаются там глубокой ночью и ходят встречать с фонариками. Чем опасен данный маршрут? Опасен он зоной трещин. Многие ходят, не связывавшись, не пользуются рекомендациями ничем. Ну, ночью действительно можно пройти и не почувствовать, когда все замерзло. Когда ты идешь сверху, веревка обязательно, 100%, в 100% случаях. Трещины огромные, как пятиэтажный дом примерно. Вот. Сверху вот такая дырочка, туда заглянешь, там все хорошо. Очень опасно. Не пренебрегайте. И не позволяйте вашим гидам пренебрегать. Уникальных экземпляров достаточно. Наверное, это все посе... А, кстати, кстати, замечательное время для восхождения – это июнь. Потому что на северной стороне Эльбруса эти цветут лютики. Они желтые и красивые. Девочки, вперед. Вот. Наверное, по северному маршруту мы закончим. Запад. Как вам эта картинка? Ничего не навеивает? Ничего не навеивает, нет? Тут еще, тут все еще интереснее. Трансфер через Карачаево-Черкесию от аэропорта «Минеральные воды» на машине часов 7, наверное. Далеко, километров 30, прям по такой грунтовке нормальной. Не факт, что доедешь, потому что в ущелье Улухурзук, которое идет к подножию Эльбруса, 11 мостов через реку, который периодически смывает. И, в принципе, машина может доехать до высоты тех же самых 2600-2650, до западного Джилысу урочища, где раньше была база МЧС. Сейчас ее там не существует. Сейчас там есть несколько приютов. Опять-таки, разные по комфорту. Один очень хороший. Он рассчитан где-то, наверное, человек на 15. Действительно комфортный. Хозяин очень приветливый и хороший человек. Хорошо готовят. Классно. Даже если не ходить, например, на вершину, а просто пожить там несколько дней и погулять по соседним перевалам, таким как Перевал Озерный, Перевал Балкбаши, Перевал Кюкертлю. Можно, в общем, получить удовольствие. Также есть горячие источники, которые не такие уж горячие. Температура, средняя погода плюс 17 градусов. Не стоит туда нырять. Почему их называют горячими, я до сих пор понять не могу. Но реально там 17 градусов вода. Раньше там туда приезжало большое количество народу поправлять свое здоровье. В основном с республик. И раньше было народу достаточно много, когда там МЧС стоял. Сейчас народу стало сильно меньше. Для сравнения, если, например, по отсечкам МЧС, по спискам, которые подаются в МЧС, с юга там ходит до 10 тысяч человек за сезон, то с запада 2-3 группы. Редко больше. Либо проходящие туристы, которые не идут на гору, а идут там соседними перевалами. Именно на гору 2-3 группы в сезон. Обусловлено это, во-первых, труднодоступностью, дальним трансфером. Во-вторых, отсутствием, скажем так, быстрой помощи в лице спасательной службы. То есть это абсолютная автономка. Но и с сложностью самого маршрута, конечно. Это маршрут категорийный. 3А категории сложности. Сложность заключается в прохождении вот этого ледопада в основном. Все остальное, все остальное пешком. Но запад, он самый, это самая непогожая сторона Эльбруса. Все изменения погоды зарождаются здесь, на западе. Из-за того, что здесь преобладающие ветра западные и юго-западные, южные, в зависимости от времени года, получается, что ветер дует отсюда, через обе вершины. И, собственно говоря, здесь все непогать, она здесь сидит всегда. Вот, то есть, поэтому рассчитывать на удачное восхождение с запада всегда можно с оговорками. Все по погодным условиям, по состоянию ледника. То есть, можно подойти, увидеть вот такую стену ледовую и сказать, ну нет, наверное, я домой. Поэтому, абы кто сюда не ходит, это все-таки уже больше спортивная история. Хотя, ну, клиентских групп здесь ходит тоже достаточно. Вот, здесь используется тактика высотных лагерей, потому как снаряжения достаточно много. Много группового снаряжения, бивачное снаряжение. То есть, выше 2-600 приютов нет. Ходят до лагеря 3,5 тысячи, потом до 3-900. Сначала несут сюда, здесь ночуют, забрасываются сюда, на следующий день отрываются сюда с биваком, потом поднимаются налево. Вот этот лагерь уже никто практически не ставит. Все идут с 3-900 вот сюда вот на 4-600 на плато. И оттуда на вершину. Варианты спуска, варианты спуска тоже различные. Чаще всего спускаются все-таки на юг. Либо, ну это более подготовленные группы. Менее подготовленные спускаются обратно. Соответственно, чтобы спуститься вот отсюда, тут уже нужны специальные навыки, специальное снаряжение. Поэтому, если вы поднялись сюда наверх, вне зависимости от количества гидов, если с кем-то что-то случается плохо там, нехорошо, еще чего-нибудь, или что-то там потеряли, или что-то забыли и так далее, то, скорее всего, вся компания идет вот сюда вниз, вместе со всеми гидами, и на этом все заканчивается. Восхождение. Либо, если все в порядке, то все вместе идут наверх и спускаются либо на юг, либо оставляют здесь лагерь и спускаются сюда, и с этим лагерем на следующий день вниз и обратно. Восхождение, как и, например, с севера и с юга, тоже рассчитывают на 7 дней, которых тоже не хватает. Минимум 9, в идеале 12, для того, чтобы вы хорошо себя ощущали. Это на самом деле тоже очень красивая сторона, очень красивая сторона Эльбруса, самая дикая, вы можете никого не встретить вообще там, вот вообще просто никого. Ну, внизу на приюте будет там пара человек, может быть, какие-нибудь пастухи там и так далее, а туристов можно не встретить вообще. Первого туриста вы встретите вот здесь, на вершине. Но не первого, их будет там сразу 50, 100, скорее всего. Так что одного туриста у вас не получится увидеть. Жаль. И вот здесь, на самом деле, мы видим часть юго-западного плеча. Дальше, на следующих слайдах, к сожалению, очень мало фотографий. Это вообще очень мало посещаемый маршрут юго-западный. Я не знаю, я, может, пару раз и выходил всего. И... Ну, это маршрут там за два дня, то есть уже с хорошей акклиматизацией, за два дня, когда ты идешь там, ночуешь, ночуешь в палатке, потом эту же палатку тащишь на западную вершину, естественно. Маршрут длинный, маршрут красивый, очень, но очень сложный. Ну, по категорийности, он те же самые триа, которые здесь. Вот. Я отметил про квалификацию. Отличная физическая форма. Не просто там хорошая, да, именно отличная. То есть ты должен себя ощущать очень хорошо. Опыт альпинистских восхождений, триа категории сложности. Это соответствует третьему спортивному разряду по альпинизму. То есть если вы собрались идти с запада, потому что вы ходили с юга и с севера, то это вовсе не факт, что вам стоит это делать. Вот. Ну и, естественно, высокая выносливость. Потому что все на себе. Все абсолютно. Абсолютно автономка. Вот. Спасатели туда ходят крайне неохотно. Вертолет в прошлом году летел 4 часа к нам. Вот. Вот что я хотел вам сказать о западе. А, кстати, там до сих пор находят какие-то свидетельства пребывания там людей. Вот, например, больше всего пропавших групп на западе. Такие есть. Они есть и на юге тоже. Но больше всего их пропадало когда-то на западе. Вот. Позапрошлым, по-моему, году нашли паспорт девочки, которая пропала 30 лет назад. 80, по-моему, в первом году. Вот. Пропала группа 8 человек, но нашли только один паспорт. Как это случилось, непонятно. Вот. Это что касается запада. Западный маршрут иногда комбинирует иногда комбинирует с юго-западным. То есть поднимаются и спускаются по юго-западу. Но это чаще всего происходит только на лыжах. То есть на пешеходнике так не делают. Так, наверное, тут с этим мы пока закончим. Уф! Безобразная фотография. Ну, что делать? Юго-запад. Отличная физическая форма, высокая выносливость, опыт технических восхождений 3А. Заход на юго-западный гребень из поселка Терскол с южного при Эльбрусе. Соответственно, чаще всего все акклиматизируются по южному маршруту классическому, а дальше уже принимают решение идти сюда. Маршрут ходится за два дня. Первая ночевка вот здесь на плече, вершина и спуск вниз. Спуск вниз по южному маршруту. по этому маршруту редко кто-то спускается, потому что сложные, трещины, фумаролы. Фумаролы — это дырки, из которых поднимается сероводород. Потому как Эльбрус, мы знаем, что это вулкан, в котором до сих пор происходит вулканическая деятельность. Выбросы серы, они постоянные, и запах серы присутствует практически каждый день на западных и южных маршрутах. вот такой короткий рассказ на самом деле о юго-западном маршруте, потому как вряд ли кто-нибудь из вас им воспользуется. Ну, если будут какие-то интересы, мы с удовольствием вас туда отведем. Итак, апогеем нашего путешествия в восточный маршрут. Почему я так нелестно о нем отозвался? Он действительно очень длинный. Подход по ущелью Ирикчат, это из южного при Эльбрусе, это 20 километров подхода с палатками, полным биваком, питанием и тому подобное. Очень такая изнурительная штуковина. Невозможно закинуться на лошадях или ослах, потому как ущелье вначале труднопроходимое. Транспорт тоже не ездит, но ходят люди на лыжах иногда. На самом деле для скитур восхождения я считаю, наверное, это самое интересное. Скитур это на лыжах, да? Кто не знает? Самое интересное восхождение, оно самое логичное, самые интересные проезды по нему на самом деле. то есть все, в общем, кто забрасывается на вершину, например, с явным намерением съехать вниз, чаще всего едут сюда. То есть если ты именно приехал с закатанием. Он очень логичный, да? Вот эта скала, которая идет вдоль всего маршрута, вдоль нее идет весь маршрут, скажем так. это Чкарикольский лавовый поток, который, собственно, вырвался из верхнего кратера на восточной вершине и стек вот в эту сторону. Вот это боковой кратер так называемый, да? Ну, я, честно говоря, не знаю, кратер ли это, все говорят, что да, но на самом деле по-моему, нет. По-моему, это просто скалы и никакого кратера там близко нет. Вот. Потому как там льдом залит, естественно, да, и засыпан снегом. Его пытались исследовать, но как-то все эти исследования, они зашли в тупик почему-то, перестали там, перестали сверлить его, бурить. Я не знаю, почему. А сверху бурили, и там достаточно очень-очень глубоко и много льда. Вот. Маршрут, конечно, тоже очень красивый. Его иногда, эту линию иногда ходят не с перевала Эрикчат, который находится вот здесь, и не из ущелья Эрикчат, а либо с севера заходят, либо с юга. А спасатели, если, например, едут спасать кого-то сюда, могут даже на снегоходе сюда вот на ночевке приехать при определенных умениях. Вот. И это часто, такую тактику часто используют. Соответственно, сюда может пройти человек в связке на веревке под руководством гида. Такое путешествие оттуда сюда займет, наверное, часа три-четыре. Вот. И тогда тебе не нужно вволочься там снизу по камням с большим рюкзаком. Из севера заходят, но север это значительно дальше. То есть с хижины 3 800 севера обходят всю восточную вершину. Опять-таки при помощи специального альпинистского снаряжения и под руководством опытного проводника. Потому как все это абсолютно небезопасно. Вот. Но варианты таких маршрутов есть. Сам обычно на восточном маршруте не акклиматизируется. Акклиматизируется тоже либо на южном, либо просто в южном Приэльбрусе. А уже сюда идут только на штурм. Поэтому нету вот этого челнока, когда они ходят на акклиматизацию туда-обратно. они ночуют здесь ночуют здесь на 4300 и дальше идут только до восточной вершины. На западную отсюда не ходят. Ночевка то есть это самый красивый ракурс на какой-то получается на Восточный Кавказ. На Восточный Кавказ. Восток. С запада соответственно на Западный Кавказ. То есть районы Узункола, Дамбая, Аксаута видны с западной вершины очень хорошо и в погожий день можно долго стоять на вершине и наблюдать. Хороший гид обычно знает всю панораму и с удовольствием ее рассказывает. Блеснуть своим красноречием любит каждый. Вот собственно что я хотел сказать вам про восточный маршрут. И я отметил здесь по квалификации оптимальная физическая форма. То есть он не требует специальных альпинистских навыков, но при этом функционально вы готовы быть должны быть готовы хорошо. Ну и желание много ходить пешком потому как очень длинно все. Отступления тоже отступают обычно если идут из палатки в палатку отступают либо сюда и потом на юг либо сразу если с палаткой то спускаются по классическому маршруту. Это самый физически непростой но самый логичный и доступный вариант. Редко кто-то я даже наверно не слышал чтобы кто-то спустился на Эрикчат и потом дальше спускался по ущелью в поселок Эльбрус 18-20 километров. Если только это не лыжники. Лыжники в мае с удовольствием это делают. можно проехать три четверти этого маршрута можно проехать на лыжах. Это я от Эльбрус. Если вам нужны будут какие-то дополнительные консультации или у вас возникнет желание сходить на Эльбрус вы можете всегда обратиться либо ко мне либо в любую из принимающих компаний. Еще раз повторю выбирайте сертифицированные компании не выбирайте кого попало. Вы безусловно заплатите дороже но в итоге все окажется сильно дешевле. Я вам желаю хороших восхождений и будьте здоровы! АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ